Порой достаточно добавить новые пряности, чтобы получить новое блюдо. Замените привычный чеснок и лавровый лист на кариизотар. И ваша баклажанная икра заиграет иными красками. Моя семья любит баклажаны. Поэтому готовлю я их часто. Икра – одно из любимых блюд. А чтобы она не приедалась, я меняю пряности. Так просто и так действенно. Такую икру можно подавать со свежим хлебом, лепешками, лавашом или крекерами. Подготовьте овощи. Лук и морковь нарежьте кубиками, жарьте в просторном сотейнике или воке до позолоты. Затем разгребите середину, дайте собраться там маслу и выложите целые пряности, зиру, горчичные семена и кориандр. Кориандр можно слегка потолочь. Обжарьте пряности до появления аромата. Выложите нарезанные мелкими кубиками баклажаны. Жарьте, помешивая до смягчения и легкой корочки. Добавьте сладкий и острый перец. Жарьте еще минуты два-три. Пробейте блендером спелые помидоры. Добавьте к овощам, доведите до кипения. Убавьте огонь ниже среднего, всыпьте соль и сахар. И тушите, помешивая, без крышки до выпаривания жидкости от помидор. Свободная жидкость должна испариться и на поверхности икры будет окрашенное масло. Ближе к концу добавьте рубленный чеснок. Добавьте молотые специи, карри, гарам масалу, затар и свежетолченую смесь перца горошком. Отправьте в сковороду пару горстей рубленной мелкой петрушки, лучше одних листьев. Перемешайте несколько раз и снимите с огня. Охладите икру без крышки, несколько раз перемешав. Подавайте икру настоявшейся, со свежим хлебом. Приятного аппетита.